Если кто-то там скрывается от правосудия, будем требовать принятия мер пресечения, то есть вплоть до взятия под стражу людей. Ну, я думаю, скрываться бессмысленно. То есть обвинительное заключение будет предъявлено всем. Процесс серьезный. Мы для этого привлекаем как раз наших журналистов омских. Это все есть в интернете. Политизируем это дело. Политизируем. Но почему? Потому что вот он сенатор. Он тоже может надавить на суд каким-то образом. Мы его давление сбалансируем здесь. За нами тоже много серьезных структур стоят. В принципе, в гражданском процессе прокурор должен быть на нашей стороне, на стороне истцов. Этот вопрос взять на контроль. То есть руководитель комитета по регламенту Совета Федерации направил мне соответствующие бумаги. Там все, что связано с господином сенатором, проверяется. Что сейчас делает господин Галушка? Устраивает какой-то там кинофестиваль в Омске. Продвижение. Причем на наши деньги. Это будет 24 числа. Я там обязательно буду вместе с нашими пикетчиками, в том числе и спальщиками. И с жителями Омска, частного сектора, которые ненавидят этот Горгаск, преднадлежащий Галушкову. Встанем с плакатами, с пикетами. Пускай об этой ситуации узнают и московские актеры, и журналисты московские и так далее. То есть мы, одним словом, будем делать все, что возможно. И, я надеюсь, все суды ему выиграют. То есть исковое заявление, и само дело очень простое. Очень простое. Аналогичный иск по возврату земельных участков в Омске подала прокуратура Кировского округа по делу такого Меренкова. Там тоже была создана фирма, переведены на эту фирму оформлены ряд земельных участков. Потом фирма ликвидировала земля, передана каким-то третьим лицам. Марков и Семенов, добросовестный приобретатель. Прокурор подал иск, такой же, как у нас, гражданский. Я думаю, все там земельные участки вернут. Параллельно такой же иск подаем мы. То есть, поэтому... Так, дело серьезное. В чем? В том, что очень большой массив документов по всем этим вещам. Относительно выплаты дивидендов я вот этим заниматься не буду. Этим пускай занимается следствие 1993 года. То, что вам, кстати, ничего не выплачивали. Все, сказки рассказывали, что предприятие не получает прибыли, нет денег и так далее. Это все не так. Вот за это они там ответят, виновные. Всех виновных вы знаете. Да и 11 человек. Что касается ситуации по вот этим незаконным сделкам с 2005 года, то есть мы это будем доказывать в суде о том, что действительно неуправомоченные лица без воли акционеров передали каким-то непонятным структурам нашу собственность. Поэтому здесь доказать это будет можно. Может быть, да, процессуально будут наши противники. Гражданин затягивать процесс, что-то делать еще, пытаться какие-то связи использовать. Ничего не получится. Мы все вернем. 15-го будет прямая линия с госпрезидентом. Надо и по поводу линии прямой с президентом. Линия по линии с президентом. Давайте попытаемся действительно звонить туда. Каким-то образом. Разойдитесь, пожалуйста. Ом не тонет и не горит. Ой, какой-то в костюм на нем не горючий. Ом не тонет и не горит. Вот сейчас скорится. Пять минут. А наоборот у городка четырех. Все, все. Все готов. Все печально. Суть проблемы в чем? Речь идет даже не об индивидуальной оценке стоимости каждого пая, каждой доли, стоимости земельного участка. Мы претендуем на все предприятия. На весь имущественный комплекс. И на землю, и на теплицы, и на овощехранилища. На все. Потому что эти люди, акционеры овощевода, они были законными собственниками. С 93-го года всего этого предприятия. Потом мошенническими действиями противоправными. Это предприятие, их доли были переданы коммерческими. Коммерческая организация. Потом прошел ряд сделок незаконных. И в результате вместо 1380 акционеров стало 4. Акционера и собственника. Всего 4. Галушков, Калинин, потом этот Рудков, по-моему, 1% имеет. То есть такая вот ситуация. Сейчас речь идет о законных правах потерпевших гражданских истцов на возврат своего имущества из чужого незаконного владения. Всего имущества. Дальше уже между ними будет разделено это имущество по решению суда, либо по их взаимному решению на собрании акционеров. Вот так. Стоимость этого имущества 9% есть? Примерно мы оцениваем так. Потому что существует еще какой вопрос. Предприятие не выплачивало ни дивиденды, ни прибыли акционерам за весь период, начиная с 1993 года. Сумма получается огромная. Хотя предприятие всегда приносило деньги. Постоянно. То есть все разговоры о том, что здесь чуть ли не руины стояли, это все ложь. Ложь. То есть никто сюда денег не вкладывал, своих, из новых собственников. Если и были какие-то вложения, то за счет этого же предприятия, которое, опять же, было рентабельным, постоянно приносило прибыль. Вот фуры разгружаются, загружаются постоянно. Так что свои подъездные пути, то есть своя современная котельная. Вот такая вот ситуация. Не, ну на долю купания каждого байщика получается 6 миллионов, да? Примерно. Это оценочная. Это оценочная категория, да. То есть нам даже, видите, не нужно просчитывать цену иска для уплаты госпошлины, потому что мы освобождены по гражданскому иску от уплаты госпошлины. Это норма ГПК. Мы абсолютно, абсолютно все включаем сюда и невыплаченные дивиденды, и неполученную прибыль от использованного этого предприятия, и само предприятие, и его потенциал. То есть на дальнейшее время. То есть Себаграхолдинг – это крупнейшее предприятие за Уралом, крупнейший ТПК. Даже вокруг Омска у нас есть еще теплицы в Дружино и небольшой тепличный комбинат на телевизионном заводе. То есть не помню, как он называется, но они в десятки раз меньше, чем Себаграхолдинг, чем бывший. Поэтому рынок огромный. То есть предприятие будет приносить деньги. Я даже затрудняюсь посчитать, то есть эквити этого предприятия. Но следствия уже известны, скажем, те вот 11 человек, которые подозреваемые сейчас. Вы знаете, меня следователь предупредил, то есть я не могу теперь говорить, как представитель гражданских истцов, что мне стало известно о уголовном преследовании. Поэтому здесь не могу прокомментировать, не имею права. Скажем, вот Галушка, они проходят в качестве предприятия, свидетелей или кого-то? Здесь я не знаю, но видите, Галушко и прочее, они владеют этим предприятием незаконно с нашей точки зрения. То есть они являются нашими процессуальными оппонентами в суде. То есть, видимо, будут привлечены в качестве ответчиков. Вот такая вот ситуация. Здесь, смотрите, вот у моей юридической фирмы, которая этим занимает, социальный центр юридической помощи, финансовый интерес простой. Мы получаем 15% от стоимости того, что вернем пайщикам и зарегистрируем это, естественно, на себя. 15%. Сумма огромная. Что касается личных взаимоотношений Галшу, конечно, мы с ним знакомы очень давно, с 97 или 98 года. Это не секрет, никакой тут вместе нет. Здесь обычная правовая ситуация. То есть для меня, как юриста, и для него. Вы с ним знакомы, но в какой-то момент ваши отношения? Да нет, да никаких эмоций. Это придумывают все сотрудники фирмы акции. А это они запускают? Я думаю, да, там очень слабая команда, на мой взгляд. Просто любая команда, то есть о которой только мечтать можно. Жалко, что Галушко и всех уволят, конечно, после этого дела. Но, опять же, вот они организовывают фестиваль. Видимо, знают о том, что мы его обязательно будем пикетировать. То есть выведем эту проблему на новый уровень, я имею в виду, с точки зрения СССР массовой информации. Так что, что касается правовой ситуации, я знаю позицию юристов фирмы акций. Скорее всего, они боятся докладывать плохие новости Галушкоу, Андрею. То есть и какие-то там слишком самоуверенные заявления. Хотя, на мой взгляд, даже другие юристы считают, что шансы очень высоки у потерпевших, у гражданских отцов выиграть. То есть у вас были абсолютно нормальные отношения все это время? Да, вообще никаких особых отношений не было. Да, не, ну как, он же был первым вице-губернатором, то есть в свое время. Вот в этот период я узнал, дальше нет. И Калинина прекрасно знаем. Мы заканчивали все, вы же знаете, один юридический факультет МГУ. Ну, только я на пять лет позже, позже. Нет, позже. Постаж. Все? У вас вот эта абсолютно уверенность, в которой вы выиграете, да? Да. Сто процентная уверенность. Вам нет, не надо. Сто процентная. Сто процентная уверенность. Да. Да. Сто процентная уверенность. Сто процентная уверенность. Продолжение следует...